Мама, мы второй маршрут не пройдем! Да, я не пойду! Так кажется многим, кто только начинает свой путь по маршрутам Панда Парка. Но глаза боятся, а руки делают, да и стремление победить хотя бы самого себя играет решающую роль. Одновременно шагать по бревнам, передвигаться по сетке или, например, скатываться на троллей могут 56 человек. Самые смелые делают это на высоте 7 метров, осторожные поднимаются всего на 4. И те, и другие встретят на своем пути по 16 препятствий. Это различные мостики, перекаты, сетки. Есть у нас бревна, качающиеся на высоте. Инструктаж и прохождение учебного маршрута обязательно для всех посетителей Панда Парка ростом не ниже 135 сантиметров. Те, кто хочет забраться на высоту 7 метров, должны дорасти минимум до 145. Шансы упасть у любителей активного отдыха сведены к нулю. Шанса упасть как такового нет, потому что страховка 100% безопасна. Почему? Потому что отстегнуть ее нельзя никому, невозможно. Ни взрослому, ни ребенку, какой бы силой ни обладал человек, это сделать нереально. И самое страшное, что может случиться, это гость повиснет и будет висеть. Инструкторы Панда Парка, мастера на все руки, они могут помочь пройти маршрут, эвакуировать с него тех, кто не рассчитал свои силы и даже оказать необходимую медицинскую помощь. Правда, иногда находиться на земле волнительнее, чем на высоте. Ты ножками постанови. Если вам не заедет, держись за палочкой. Подожди его. В среднем на прохождение обоих маршрутов требуется около часа. Кто-то справится с испытаниями быстрее, кто-то медленнее. Но то, что это по силам каждому, инструкторы Панда Парка не сомневаются. А смельчаки, которые преодолели свои страхи, готовы это подтвердить. Это интересно и... Сложно? Ну да, есть одна часть, которая сложнее всех. Что там сложного такого? Потому что там бревна висят и подвешены на петельках. Значит, они двигаются и очень сложно встать на них. Это было очень сложно. Для тех, кто боится высоты, получится очень много новых ощущений. И самое главное, что тут совсем не холодно. Куртку я снял совсем не зря. А вы высоты боитесь? Как оказалось, да. Управляющий Панда Парка говорит, что совсем скоро здесь станет еще интереснее. В начале следующего года в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха планируют реализовать проект, аналогов которому пока в Подмосковье нет. Проект будет, наверное, состоять от пяти и более маршрутов. Маршруты для спортсменов с элементами командообразования и гонки на время. Будет маршрут с троллеями, такие перекатики. Здесь они есть в небольшом количестве. Будет такой большой прям вообще. Можно будет кататься, кататься. Но пока это только планы. А сейчас маршруты средней и высокой сложности протяженностью 101 и 121 метр соответственно ждут своих покорителей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.